Доклад Кисельникова и Ларисы Петровны Председатель секции детской стоматологии, доктор медицинских наук Кисельникова и Ларисы Петровны Вопросы оказания стоматологической помощи детям, получающим проактивную медицинскую помощь в Москве и в Центральном федеральном округе Пожалуйста Первый раз мы выступаем с коллегами на ваших уникальных форумах И хочу сказать, что это для нас большая ответственность Мы все больше и больше погружаемся в эту проблематику И видим очень много точек взаимодействия Итак, прежде всего хотелось бы несколько слов сказать об маршрутизации Основанной на определенной разработанной нами нормативной базе По оказанию стоматологической помощи детям, в том числе детям, имеющим полиэтинный статус в городе Москве Мы включили в этот приказ, он 2020 года, но он каждый год обновляется Актуализируется ряд перечней, ряд медицинских услуг, которые могут оказываться врачом-стоматологом детским или врачом-стоматологом на дому В том числе осмотр стоматологического пациента, удаление третьей степени физиологической подвижности зубов и некоторые манипуляции Это нам значительно помогает в оказании стоматологической помощи детям с данным статусом А именно в рамках первичного осмотра и определения дальнейшей тактики по оказанию стоматологического лечения А далее, если нужно сказать, что порой даже уже на этапе вот этих осмотров Семья, родители получают помимо тех или иных, конечно же, конкретных представлений по тактике стоматологического лечения Еще и ряд ценных советов по уходу за полустерта у детей с стоматологическим статусом Далее, если ребенок нуждается в оказании стоматологической помощи А, как вы понимаете, эти дети, им в основном оказывается стоматологическая помощь в условиях общего обезболивания У нас в Москве, в соответствии с данным приказом, данный вид стоматологической помощи осуществляется для детей из города Москвы В стоматологическом отделении и недавно открывшемся стоматологическом кабинете Палиативного отделения в Морозовской детской клинической больнице В 2023 году в данном отделении была оказана такая соответствующая стоматологическая помощь 14 детям Кроме того, насколько я знаю, и в НПЦ Война-Ясенецком оказывается стоматологическая помощь детям в условиях общего обезболивания Детям, проживающим в Московской области Машкортизация по оказанию стоматологической помощи детям с палиативным статусом в городе Москве Естественно, мы, я как специалист, мои коллеги в первую очередь Мы начинали свое взаимодействие с главными специалистами И в частности с Ухановым Юрием Викторовичем И с целым рядом его коллег И у Морозовской, конечно же, селом числовно-гумерной Мы очень тесно взаимодействуем И взаимодействуем активно с главным врачом хосписа номер один И вот без такого тесного взаимодействия И чуть в завершении своего доклада я как раз покажу Как взаимодействовать ГВС по стоматологии с ГВС По палиативной помощи в ЦФО В регионах без такого взаимодействия просто невозможно было бы нам, стоматологам Знать проблемы, выстраивать вот эту маршрутизацию по оказанию стоматологической помощи Основные стоматологические проблемы у детей, получающих стоматологическую помощь Конечно, в Галифорнии 144 ребенка мы рассмотрели в городе Москве за 23 год Но углубленный статус стоматологический мы изучали вот на данной оборте пациентов Что мы чаще всего видим? Мы видим и стопроцентную распространенность субочерестных аномалий И, конечно же, недокварительное состояние гигиены И заболевание парадонта И заболевание слизькой баночки И осложнение карлисов Какие основные причины? Они здесь представлены Возникновение стоматологических заболеваний И одна из важнейших причин Это отсутствие рациональной гигиены полости рта Порой родители считают, что если ребенок, например, с гастростомой не получает прием пищи через ртовую полость То им не целесообразно и ухаживает за зубами Кроме того, конечно, как правило мы это видим Происходит такое не специальное Но на фоне общего состояния здоровья ребенка И всех тех проблем, которые семью окружают С висэти Имеется определенное пренебрежение профилактическими мероприятиями В отношении органов полости рта Вот на данных слайдах здесь показано Какие мы видим огромное количество зубных отложений Это зубной камень Он порой покрывает Не минерализованное уже Минерализованное отложение Он порой покрывает практически всю поверхность зубов Конечно, вызывает не только заболевания твердых тканей зубов И заболевания парадонта Поэтому очень важно Информировать родителей Информировать персонал, ухаживающий за детьми О достаточно простых средствах гигиены Которые можно здесь использовать Это и специальные щетки-напалечники При затрудненном открывании рта И очищающие пенки Которые содержат целый ряд противомикробных Противокариозных компонентов Противовоспалительных компонентов Которые облегчают ежедневный уход За полостью рта у ребенка с палеотерапией Конечно же, если открывание рта возможно в более полном объеме Это и зубные щетки, в зависимости от возраста С мягкой щетиной Это и средства гигиены зубной пасты И обратите внимание, здесь можно выбирать Как вторинцедрежащие, так и не вторинцедрежащие Однако, родители должны следить за тем Что если дети первых лет жизни При обработке их полость рта Возможный фактор заглатывания вторинцедрежащих зубных паст Это нежелательно их применение в регионах с повышенным задержанием вторинцедрежащих пאת А для таких регионов Красногорская это зонная гам ancмичная пофероноса Мы рекомендуем зубные пасты, не задержащие вторинцы С чем мы еще сталкиваемся? Конечно же, мы сталкиваемся с аватирами и сигорами И честно вам скажу, коллега Мы не знаем, как с ней бороться Я здесь советовалась и с нашими известными сиологами, у нас там есть и такие специалисты, и литературно-сурдежных данных крайне недостаточно, и вот только, наверное, вместе пытаться по мере накопления данных решать эти проблемы. Почему-то, как вам, так все появилось. Далее, нарушение формирования и прорезывания зубов. Мы очень часто видим пороки развития. Но это и понятно, потому что нередко дети с синдромальной патологией самого разного характера. А вот обратите внимание, с правой стороны, это совсем недавний такой клинический случай, у детей с палеотивным статусом встречается и затрудненное прорезывание зубов. И в данном случае, вот этот фрагмент альвеолярного отростка, и вот в дистальном отделе альвеолярного отростка на верхней челюсти, он сам по себе гипертрофированный у ребенка, деформированный, отмечалось затрудненное прорезывание первого постоянного маляра. Мы его ввели в домашних условиях в течение двух недель, применяя средства противовоспалительные местного характера. Все-таки, несмотря на это, сформировался абсцесс. И вот в данном случае пришлось ребенка госпитализировать. И когда мы выясняли маршрутизацию, а это тоже для нас очень важно, ответ мы получили такой. Если у ребенка с палеотивным статусом формируется то или иное жизнеугрожающее хирургическое состояние, уже выходящее за профиль стоматологии, это уже профиль ЧЛХ, абсцесс, переостит, остомиелит, то мы госпитализируем такого ребенка по профилю ЧЛХ, несмотря на то, что это ребенок с ЭВЛ и соответствующей поддержкой, что и было уже осуществлено. И именно в этом стационаре была оказана помощь. Заболевание парадонта видим очень часто во многих случаях. И это связано не только порой с ухудшением состояния гигиены, но и нередко на фоне приема определенных противосудорожных препаратов. Если мы выявляем вот такой фактор, так называемые дефининовые генгивиты, то, конечно, требуется определенная коррекция, если это возможно, естественно, с лечащим доктором по устранению этого фактора. Заболевание слизистой оболочки после рта мы все чаще видим. Достаточно тяжелые заболевания слизистой оболочки, вызванные чаще всего травматическим характером. Это и острые длины зубов, тут на правом части этого слайда. Клиническая ситуация. Маленькие ребенок, совсем маленькие, полтора года, прорезывали. Затяжка прорезывания молочных зубов, но они прорезываются с острыми краями, мумилонами. И ауриевно-суторожный синдром постоянно и травмируют эти острые края слизистой оболочки подъязычной области. И в данном случае стоматологическая помощь, она оказывалась комплексна, и применяют регуляторные препараты местного характера, и планируется сошлифование острых режущих краев. И в данном случае это очень важно, что в результате не нуждается лечения у детей, получающих паллиативную помощь в Москве. Обратите внимание, из процент не нуждающихся у детей, было 4-5%. Большое количество детей нуждаются, как я уже сказала, в 62% случаев в удалении минерализованных отложений. В 92-м детям в 2023 году из города Москвы, имеющих палеотивный статус, была оказана помощь, в том числе и в условиях общего обезболивания. А теперь очень важный раздел. Я знаю, что здесь присутствуют главные нештатные специалисты Центрального федерального округа популятивной помощи. Я хочу сказать, что, конечно, вам можно по-хорошему позавидовать, как ваша ассоциация, я имею в виду в целом ассоциация, объединяет вас всех, и вот этот формат по каждому округу проведения тех или иных и образовательных, и организационных мероприятий, на котором мы сегодня участвуем, это очень здорово. Так вот, перед нашим выступлением я, как главный специалист по ЦФО, сделала запрос нашим главным нештатным специалистам по стоматологии. А нужно сказать, коллеги, что когда мы, вот я инициировала это взаимодействие по оказанию стоматологической помощи детям палеотивным года, наверное, три тому назад, на наших совещаниях спорой вставали ГВС наши стоматологи и говорили, не только из ЦФО. Лариса Петровна, да у нас даже нет таких специалистов, главных нештатных специалистов по палеотивной помощи, у нас такой даже проблемы нет, понимаете, они даже просто даже не знали, что у них в регионе есть такие дети, есть такие специалисты. Так вот, из 18 субъектов, входящих в ЦФО вместе с Москвой, мы не получили информации из четырех регионов, но, к счастью, вот все-таки мы третий год с ними работаем по этому направлению, 11 регионов ГВС, мне ответили, нам ответили, что они взаимодействуют с ГВС по палеотивной помощи. Три региона не взаимодействуют, хотя они знают, что есть такие специалисты и такая проблема, но не взаимодействуют. По их отчетам, стоматологическая помощь детям с палеотивным статусом оказывается в 13 регионах. Вот посмотрите, пожалуйста, коллеги, так ли это, вы лучше знаете, вы лучше можете проверить. Один регион ответил честно, это Ивановская область, что стоматологическая помощь не оказывается. Ну и четыре региона вообще не ответили, скорее всего, не оказывается. Здесь, по данным 2023 года, количество детей, получивших стоматологическую помощь в регионах ЦФО. Ну, конечно, больше всего это Москва, 98 деток, но, обратите внимание, Воронежская область, 48, Белгородская область. Кстати, там прекрасный ГВС по детской стоматологии, Пономарев Александр Николаевич, я знаю, вот присутствует специалист ГВС в Белгородской области. Я надеюсь, что это на самом деле так, и это реальные цифры. Далее, давайте посмотрим. Форма оказания стоматологической помощи, это очень важно, поэтому мы включили вот этот вопрос. Только на дому и амбулаторно три округа, которые указали, оказываются. Достаточно большое количество регионов, голубой цвет, где стоматологическая помощь детям оказывается и на дому, и амбулаторно, и стационарно. И, к сожалению, вот три региона не дали никакой информации. Виды оказываемой помощи, обратите внимание, только хирургическая помощь в двух регионах, хирургическая и терапевтическая, то есть не только удаление зубов, но и лечение, оказывается вот в целом ряде вот серый фон. И слева нет информации. Ну, если столько субъектов не дали информации, скорее всего, не ведется учет соответствующий. Очень важный вопрос. Организация оказания стоматологической помощи детям палеотивным с применением анестезиологического пособия, ну, общего наркоза. Это очень важный вопрос. Посмотрите, коллеги, так ли это? Посмотрите, слева, самый первый столбик. Десять регионов нам ответили, что у них осуществляется санация полустирта у детей с палеотивным статусом в условиях общего обезболивания. Пять регионов не дали информации, а три региона честно ответили, что не налажен данный вид помощи. И по количеству детей, также обратите внимание, это не только Москва. 108 детей по данным, во всяком случае, наших отчетов получили данный вид помощи по ЦФО в условиях анестезиологического пособия. Опять же, лидирует Воронежская, Волгоградская, в меньшей степени в Москве, ну, и в Рязанской области, в Тверской области, ну, единичное количество детей. И в завершении, как мы видим, какие мы видим мероприятия, дальнейшие шаги по повышению качества оказания стоматологической помощи детям? Прежде всего, конечно, повышение уровня взаимодействия главного внештатного детского специалиста и главного внештатного специалиста популятивной помощи. И здесь вот я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, мы готовы к взаимодействию. Да, ГВСы часто меняются. Вот они, я имею в виду просто по своей, по детской стоматологии. Но тем не менее, наши, сейчас на следующем слайде я дам наши контакты. Вы всегда можете обратиться ко мне, и мы поможем вам наладить вот такое соответствующее взаимодействие. Поверьте, у нас вполне адекватные люди, главные внештатные детские стоматологи. Далее, конечно, в регионах, в каждом регионе, и мы об этом говорим с нашими ГВСами, должна быть разработана своя региональная маршрутизация, оказание стоматологической помощи детям, получающих палеотивную помощь. Это, конечно же, повысит качество сразу оказания помощи. Ну и последний вот как раз тезис, он и говорит о том, что необходимо повышать качество стоматологического лечения детей, получающих палеотивную помощь, в том числе с применением анестезиологического пособия. На последнем слайде это QR-коды на наши чаты и электронная почта моя, электронная почта нашей кафедры детской стоматологии. Вы всегда можете написать, если кому-то нужно, можете подойти ко мне, я могу дать свои визитки. Кстати, вот на столике спасибо большое Елене Владимировне. Мы положили наши скромные первые методические рекомендации по уходу за полостью рта детям с ограниченной возможностью. Мы надеемся дальше расширять наше взаимодействие. Спасибо. 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 Спасибо.